Всем привет! Вы на канале Ангела Фрине и с вами Ксюша. И вот такой вот пакетик. Приехали мне подарки и, кстати, мои покупки из Италии. И когда зашла речь о том, что там дьюти-фри, не дьюти-фри, я почитала в интернете, что в дьюти-фри сейчас бесполезно что-то покупать. Цены огромнейшие. Я говорю только о косметике, не о каком-то алкоголе. Вы знаете, я алкоголь в принципе не пью, поэтому мне это даже неинтересно. Но вот дьюти-фри меня в принципе не интересует. Я могу эти товары где-то найти и здесь, на просторах своей любимой родины. А вот косметика, которая продается исключительно в Италии, меня заинтересовала. Первое покажу, что мне мама привезла из Италии. Это вот такой вот набор Wet n Wild. Wet n Wild прекрасная марка, которая считается очень бюджетной и производится в США. Но мама мне ее купила в Италии почему-то, в Европе. У нас ее не продают только через интернет-магазины, где почему-то взвинчена цена, непонятно зачем. Кстати, если вы знаете, что у нас где-то продают в Wet n Wild, ну кроме там Москвы, где-нибудь у нас тут на окраинах в провинции, скажите мне, пожалуйста, я поищу, потому что косметика у них очень достойная. Так вот, это набор из вот таких вот пяти тушей. Это миниатюры, но миниатюры достаточно большого размера. То есть это миниатюры, которые по пять с половиной миллилитров. Это много, это... Ну, вот смотрите, у меня некоторые туши, да, они восемь миллилитров объем, да. То есть это практически полноразмерный продукт. Стоил он, по-моему, восемь евро этот набор, но могу ошибаться. Значит, почему у меня наклеечки? Я вам объясню. Я человек адекватный, я понимаю, что я такое количество туши не использую. Тем более у нее небольшой срок годности, всего полгода после вскрытия. Ну, зачем мне это нужно, да? Вот все, что без наклеечек, разойдется по подружкам, по-моему, уже тут все как бы расписано. И вот эти две тушки останутся тушки. Тушка! Слово-то какое. Останутся мне и маме. Еще не решила, какую оставлю маме, какую себе. Наверное, маме вот эту вот, точнее, оранжевую покруче оставлю, а себе возьму такую вот для удлинения попроще. В чем плюс марки Wet n Wild? Кому это важно, говорю, они не тестируют свою косметику на животных. Мне это, ну, как бы важно, мне это приятно слышать, но я не заморачиваюсь, честно. Смотрите. Кико! Вот кто более старшего поколения, у вас косметика Кико должна быть на слуху. Вы должны были вспомнить, что в советское время этой косметики было полным-полно, стоила она копейки. Так вот, господа, времена изменились. Я не знаю, что случилось, ребрендинг, я не знаю, что у них произошло. Сейчас косметика Кико, это профессиональная косметика, считается, у них там. У нас ее, опять-таки, не продают. А если продают перекупщики, то за колоссальные деньги, я вам приведу тут примеры по ценам, сумасшествие просто происходит. И сейчас эта косметика, ну, как я понимаю, гораздо более качественная, нежели она была в советское время. Давайте первое, что я вам покажу, это вот такая щетка для лица. Она вам напомнила что-то, вот скажите, по дизайну. Я, вот если смогу, вставлю куда-нибудь тут, я не знаю, вот сюда, может быть, куда-нибудь, вот-вот, 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 вот сюда, нет. Вот сюда куда-нибудь вставлю фотографию. Что она мне напоминает? Мне кажется, Кика в наглую слезали дизайн просто. Смотрите, сейчас. Это тут упаковка, это не подставка. Вот такая вот щетка. Здесь технологическое отверстие, чтобы продеть, может, веревочку, не знаю. Значит, прекрасно стоит на этой подставке. То есть, это просто подставка, вот опять-таки, с технологическими отверстиями для стекания влаги. Вот она сама щетка и в чем здесь, а, посмотрите, во-первых, да, щетина какая, сейчас вот так покажу. Видите, она вся неравномерно подстриженная, но вот она торчит. Ну, такая неопрятная щетка внешняя, я вам хочу сказать. Но она не самая дешевая, знаете ли. Цена не Арифлеймовская, скажем так, а как бы качество не очень. Значит, смотрите, что здесь есть внутри. То есть, здесь внутри вот такие вот силиконовые пальчики. То есть, они мягенькие, они призваны, наверное, емассировать. Я вам честно скажу, я ее умывалась один раз, и мне было колюче. Вот, видите, оно как бы заостряется, вот эти щетинки. Ну, короче, мне колюче. Может быть, что-то изменится, потому что щетка от Тони Молли тоже мне сначала казалась, что она какая-то колючая, а потом ничего пообвыклась. Ну, вот посмотрим, как вот эта вот щеточка будет себя вести. Обязательно о ней расскажу. Она, конечно, стоит в миллион раз дешевле, ну не в миллион, в разы дешевле, чем Шесейда. Но даже по качеству исполнения Шесейда, конечно, круче. Я даже купила ромашку. Я тут решила, что все-таки, знаете, неэстетично людям тыкать в лицо своими ногтями. Итак, первый лак, который я вам покажу, это вот такой вот мятный оттенок номер 389. Вот камера, по-моему, вам его прям передает точно. Итак, камера передает его достаточно достоверно. Он сегодня у меня на ногтях, мне он очень нравится, он у меня прям с весной ассоциируется. Вот он на ромашечке, посмотрите, вот здесь на ромашке все цвета в один слой. И в один слой, то есть цвет ложится, прям передается, да. Конечно, немножечко полосит, но за счет того, что просто очень жидкий сам лак, его тяжело положить плотно с первого раза. Вот такая абсолютно стандартная кисть. Она уже, чем мои любимые кисти от Ева Мозаик. Но тоже ей легко рисовать. И знаете, в чем может быть минус этого лака, в том, что действительно он жидковат, и он может затекать вот сюда вот, да, стекать как бы с ногтя на палец. Но просто, ну, кладите его меньше, лучше, чтобы она действительно два слоя сделает. Красная штука, ну вот я сделала маникюр позавчера, вот я не знаю, вот тыкаю в камеру ногтями, ну неприлично. Но вы потерпите? Это вот просто ради честности обзора, ради объективности. Вот я сделала ногти позавчера, мыла полы, мыла посуду, вот оно все как бы, у меня кончики не облезли. Но, конечно, я их сверху покрывала топом, то есть без этого ничего не обходится. Но вы знаете, топ он не защищает, он не железобетонный у меня, да, чтобы там прям его нанес, и все держится веками. Значит, второй оттенок, 338-й. Это тоже, это такая нежная лаванда, это какой-то просто бешено красивый цвет, это сказка. Вот я такой цвет подобный купила у Ивраше, так, ну там небо и земля, конечно, там цвет более какой-то темный, с грязнинкой какой-то. А это вот, ну прям сказка, это вот как, знаете, выйти в поле, и вот так вот растет лаванда, и ты смотришь на нее, и как-то вот прекрасно в жизни все сразу налаживается. Вот оно на ноготочке. Все цвета абсолютно глянцевые, без шиммера, хотя, хотя у них есть и такие оттенки. И что я вам хочу сказать, у них выбор у Кика колоссальный. У них в каждой серии лаков, там, по 200 цветов, например, вы любой оттенок подберете. Вот, допустим, я когда подбирала оттенок желтого, вот, кстати, сейчас его я достану, когда я подбирала себе желтый оттенок, там был желтый лимонный, желтый шафрановый, желтый-желтый, желтый там вот одуванчиковый, вот в моем случае, да, то есть, как бы, выбор бешеный. Значит, 355-й оттенок, посмотрите, какой красивый, вот он у меня на ногте, и вот он на ромашечке. Очень позитивный цвет, мне нравится, я хотела что-то такое, знаете, легкое, летнее, ну, супер, супер, тоже стойкость меня устраивает, меня стойкость только у одного лака не устроила, сейчас я вам до него дойду и покажу, и расскажу. Вот такой небесный цвет, тоже настолько глубокий, я таких цветов, честно, побаиваюсь, потому что они могут очень дешевить ваши ногти. Ну, кстати, вот, видите, у меня сейчас ногти отросли достаточно длинные, видите, какая длина? Вот уже цветные лаки смотрятся колхозно, все-таки надо соблюдать какой-то баланс, да? Яркий цвет, значит, короткие ногти, длинные ногти, значит, какой-то пастельный, приглушенный цвет, потому что уже все равно какое-то колхозанство. Ну, ладно, вот, вот такие лаки могут дешевить ваш маникюр, но этот нет, конечно, он шикарен, он очень красиво выглядит, посмотрите, он именно такой true, true голубой, то есть настоящий, истинный, без ухода там, в зеленый без ухода, в индиго какой-то, ну, короче, я довольна, вот прям выбирала по интернету, отправляла маме по ватсапу, какие мне нужны оттенки, и мама потом их искала и покупала, вот. Так, вот он, черный, черный, вот с ним проблема, он держится фигово, ну, вы представьте, черный, сколько там сильный должен быть пигмент, чтобы он держался хорошо, да? То есть есть в нем некоторые трудности, быстро очень затираются кончики, если вы где-то мазнули по светлым обоям, там, рукой провели, понятно, что останется все. У меня по крыше, вот напротив дом, ходят люди, что-то чинят, и вот один прошел на меня глянул, второй на меня прошел глянул, и сейчас они собрались втроем и тупо на меня смотрят. Здравствуйте, я вас тоже вижу, да? Блин, дураки мужики. Вот, короче, вот он черный, но держится фиговато, я вам честно скажу, но я так хотела черный цвет, как я его хотела. Я очень люблю черные ногти, по мне это как-то круто, гранжево и по-бунтарски, все люблю, что по-бунтарски. Вот, вот, на ромашечке у меня всего 5 оттенков, но лаков у меня 6. А почему же я не нанесла 6 оттенок на ромашку? Это 203, кстати, черный это был 275, синий это 341. Так вот, 203 оттенок белый, это лак для френча, я его специально купила для френча, у меня не было нормального лака. И я такая думаю, сейчас я его нанесу на ромашечку, обязательно все покажу, а тут вон оно что. А я вот, ребят, вот это прям вообще не люблю. Я могу нарисовать линию улыбки обычной кисточкой от обычного лака, и мне вот эта приблуда вообще ни к чему. Ну хорошо, ну прочерчу я полоску, а как я буду закрашивать весь остальной, этот край ногти, а вот это не знаю. Короче, ладно, буду разбираться, пока не дружу с ним. Вот штукенция, которая меня по цене, вот этот разлет цены просто убил. Это Blooming Glow, это серум, сыворотка, сыворотка, база под макияж. Посмотрите, упаковка, да, разительно отличается от того, что вообще у них, у Кика, да, то есть вот эта ярко-голубая, красивая. И она, кстати, фактурная сейчас, вот видите, вот такие полосы, они фактурные. Это потому, что серия Painter, то есть художник, да, серия, связанная с живописью. Когда мама привезла, я не заказывала эту вещь, когда мама мне это привезла, вот, тем более стоит оно 14 евро, вот, стоит 14 евро там, и стоит 28-30 евро в наших интернет-магазинах. То есть люди в два раза цену накрутили вообще сумасшедшие какие-то. Посмотрите, как красиво. Здесь 30 миллилитров, это сыворотка под макияж. Я сначала решила, что мне это не подойдет, думаю, ладно, маму не буду расстраивать. У меня жирная кожа, какая мне сыворотка для сияния. Ну, кстати, она сегодня на мне, но видите, я вот лишканула, может быть, где-то тут с хайлайтером, хотя вот сюда его не наносила, это я, наверное, заблестела просто. Круто! Действительно дает сияние, сияние мягкое, сияние красивое, как будто у меня так немножко свет преломляется от кожи, и она подсвечена изнутри, очень классная вещь. И не жирнит лицо, это для меня так важно. То есть, вот мой эффект вечно припеленного этого персика, да, сейчас вот нейтрализовывается вот этой штукой. Я довольна. То есть, смотрите, мы его выдавим. О, выдавливается, кстати, очень много. Сейчас, вот. Ну, вам же видно, да, вот эти шарики внутри? То есть, там такие шарики, они, половина из них разламывается, пока проходит через помпу. Значит, сейчас мы нанесем. Видите, они очень быстро лопаются и превращаются в такую сияющую, мерцающую дымку, что ли. Очень приятный запах. А я скажу. Это вот, знаете, когда вы покупаете какой-то продукт, питание продукт, с ароматом винограда, какую-нибудь жвачку там или что-то, вот пахнет виноградиком. Вот это вот пахнет химическим виноградиком. Ну, это неплохо, по-моему. А все, уже запаха нет. Очень быстро уходит. И кожа напитанная, ну, вот на это и есть, да, посмотрите. Ну, у меня камера хорошая, но не настолько на то, чтобы показать этот переход. Вот здесь микрорельефа вообще практически нет. Он так растворяется, так нивелируется красиво. Но, в чем у меня трудность? Может быть, это я еще сейчас косячу, я еще в процессе тестирования, пока трудно сказать. У меня на этой базе труднее растушевывается тональный крем по лицу. То есть, если я где-то там ляпнула, да, и у меня пятно пока держится, да, я там тушую другую часть лица. Вот когда я к этой перехожу, у меня пятно, у меня не растушевываются границы. Не знаю почему. Почему? Возможно, я ошибаюсь. Слушайте, какая кожа нежная. Очень круто, очень. Оно, знаете, какое бархатное вообще и не липкое. Кстати, оно такое было липковато. Сейчас оно вообще не липкое. Супер, супер. Я очень довольна покупкой. Единственное, что меня смущает, что у него срок годности 12 месяцев после вскрытия. То есть, ну, как бы, а как это можно использовать? Не знаю. Если я буду красить себя, дочку, мужа, всех родственников. Некоторые продукты в моем заказе для мамы дублировались не потому, что я такая дурочка и доказывала все в двойном размере, а потому, что у нас тут с мамой случилось недопонимание. Я ей в WhatsApp отправляла фотки и говорила, либо это, либо это. То есть, я писала, слала фотку, пишу или фотка, а мама вот это или вообще не прочитала. Поэтому мама кое-что привезла в двойном объеме. Ну, это все уже разошлось по друзьям, знакомым, кроме того, что мне было вообще прям жалко отдавать. Итак, две подводки. Подводки жидкие, подводки устойчивые. Тоже, смотрите, это серия. Там вот это связано с живописью. Красивая, красивая упаковочка. Здесь 3,5 мл. Подводка адски стойкая. То есть, мы там мазнули на руку, я мазнула, и мама говорит, ай, иди стирай сейчас, ты потом не сотрешь. Вообще, я думаю, что это я не сотру подводку. В конце концов, потру ноготочком по шкребу. Так вот, товарищи, я ноготочком не смогла ее отодрать от руки. Наверное, она у меня держалась дня два. С учетом того, что я мою ребенка, мою руки, постоянно что-то мою. Одна подводка синего цвета. Сейчас я вам нанесу. Кстати, у меня сегодня на глазах синяя подводка. Ну, скажите, видно вам, что это синяя? По-моему, оно выглядит, как обычно черное. Значит, одна подводка синяя. Я сразу, можно, да, сделаю свочи, а потом буду вам рассказывать, в чем тут беда лично для меня. Вторая подводка фиолетовая. Ну, давайте сразу о минусах. Смотрите, чем здесь надо рисовать. Чтобы вы понимали, это не фетровый наконечник, это палочка. В чем фишак фетрового наконечника? Он впитывает в себя подводку и ее постепенно отдает. В чем фишка кисточек? Кисточка тоже между ворсинками кисточки накапливается подводкой. И вы, когда ведете, она постепенно выходит, за счет этого получается линия. Вот эта палочка. Ну, вот, сейчас вот так, ладно, покажу. Вот она какая-то твердая, какая-то, не знаю. Может, тут, конечно, есть где-то фетр, но, честно, ужасная. Очень-очень мне неудобно рисовать. Очень неудобно рисовать. И так я как бы тертый калач, я это умею делать, а кто не умеет, тем вообще беда. Ну вот, посмотрите, вот это внизу синяя. Ну что, скажете, синяя она? Верхняя полосочка, вот она, это фиолетовый цвет. Они не яркие, они не дают красивого цвета, насыщенного. Пока что самые лучшие подводки, которые я встречала именно вот в жидком таком формате, это у Make Up For Ever. Forever, не важно. Вот у них, у них самый шикардосный просто цвета, если вам нужно именно яркое. Ну вот у меня сегодня синяя на глазах, вы что-то видите, синяя. Жаль. Но то, что по стойкости, это просто огонь, согласна. Они по стойкости, знаете, как геревая подводка от Essence. Кто воевал с ней когда-нибудь, пытался с глаз стереть, тот меня поймет. Каял. Как я хотела каял. Прошлый каял, а ты в роше. Я его просто выкинула, потому что он плохой. Он завонял у меня очень быстро какой-то гадостью. Поэтому вот, смотрите. Как я люблю такие вещи, а. Подобная упаковка есть у Maybelline, но как-то если есть возможность из Италии что-то привезти, почему бы это не каял. Хочу показать, какой он мягкий. То есть он рисует вот буквально вот. Смотрите, я еле прикасаюсь и он рисует. Классная вещь, сегодня тоже я его наносила на водную линию, прорисовывала линию роста ресниц. Хорошо, хорошо. Мне нравится, удобно. Мои глаза на него не реагируют. Хотя сейчас у меня проблема с глазами. У меня глаза на все реагируют, поэтому печаль. Дублирующиеся продукты. Это просто вот, ну, эпик фейл. Я говорю, мам, ну как так вышло? Вот, мама говорит, ну я тебя не поняла. Я думала, тебе и то, и то надо. Так вот, это два карандаша для блондинок, для бровей. Значит, первый карандаш, вот по его поводу мне нужен ваш совет. Посмотрите, какой он прикольный, да? Здесь вот такой карандаш, то есть это скульптурирующий карандаш, да? Видите, как у некоторых люксовых марок есть такая форма, да? И вот здесь такая щеточка, достаточно удобная для прочесывания бровей. В чем проблема этого карандаша, я вам скажу. Во-первых, у меня уже осталось, наверное, третье, точнее, как, две третьих от карандаша. Видите? Вот, я его выкрутила. Не говорите, что его нет. Понимаете, в чем ситуация? Он не рисует, он сухой. Я его отшкребывала, да, чтобы вы понимали. Я его скребла, думала, что, может, он подсох в начале, да? Нет, он просто не рисует. Это 0,4 оттенок. Кстати, вообще никому его не советую. Он, по-моему, рыжий. Вот, что мне удалось там насвочить. Он, по-моему, рыжеватый. Значит, дамы, если вы знаете, как оживить вот такой карандаш, напишите мне, потому что мне дико жалко. Я так хотела попробовать карандаш именно вот с таким грифелем. Подскажите мне, что делать. Второй карандаш, который сегодня у меня на бровях. Вот, у него, может быть, тоже, конечно, есть рыжинка, но я ее, вы знаете, не замечаю так ярко, как у прошлого карандаша. Значит, здесь у меня что, карандаш. Сейчас я хочу точилку вам показать. И вот такой приятный бонус в виде точилки Кика. Ну, как вы знаете, не лишняя, да? Мелочи приятны, как говорится. Причем точилка реально рабочая. Тоже 0,4 оттенок для блондинок. Вот такой карандаш. Он очень тонкий. Вот, не знаю, так непривычно. Обычно карандаши толще в диаметре. Здесь, сейчас где-нибудь здесь мазну. Вот такой цвет. Хорошо прорисовывает. Достаточно твердый, не жирный. В плане того, что мазнул и сразу такая бровища. Нет, все очень прилично. Щеточка немножко другая. Видите, она в одну сторону, у нее щетинки расположены. Тоже, в принципе, ей можно что-то подрасчесать. Ну, я как бы особо этим не занимаюсь. Вот. Ну, неплохая вещь. Знаете, очень приятная. И выбор тоже неплохой по оттенкам. Не то, что, знаете, только там dark and light. А тут прям, ну, есть из чего выбрать. Покажу помадку и перейдем к таким более сухим пудровым продуктам. Смарт липстик. Это у них такая серия. Это у меня 915 оттенок. Помады очень классные. Единственное, мне не нравится упаковка. Она дешевенькая. Пластик такой, знаете, не солидный. Ну, такая выемка такая. Я не знаю. Мне постоянно хочется сюда пальцем тыкать почему-то. Вот. Какой цвет, да? Сейчас я вам его на кончике пальца покажу, потому что у меня уже вся рука засвоченная. Помады все, что мама привезла, были сатиновые, шиммерные. Либо, нет, матовых не было. Сатиновые, шиммерные. Вот смотрите, какой оттенок. Он не шиммерный. Это, ну, просто такой увлажняющий, такой влажный блеск. Запах сильный. Запах, я просто хочу вытереть пальцем. Запах сильный, запах косметический. Помада средней стойкости, но она хорошо увлажняет губы. С ней как-то не напряжно. За контур не выходит. И опять-таки, богатейшая палитра оттенков. Если начнете себе выбирать помаду, сойдете с ума. Там просто такие полутона, такие нюансы, что выбрать достаточно сложно. Но можно подобрать под любую внешность, под любой цветотип. Здесь 3,5 грамма. Срок годности, точнее, полтора года. И это хорошо, потому что помады, которые хранятся по 3-4 года, у меня к ним много вопросов. А это всего полтора года. Есть шанс, что здесь есть что-то натуральное или как минимум не так много, допустим, парабенов. Тени. Тени вот в этом голубом оттенке сегодня у меня на глазах. Посмотрите, какие они. Тени матовые. Я специально просила матовые. 273 оттенок. В чем для меня здесь подстава? Я хотела рефилы, кстати, специально. Думала ставить их в свою магнитную палетку. И вот он рефильчик. То есть здесь пластиковая заглушка, что тоже как бы плюс. И здесь пластик. Я думала, что я примагничу в палетку, а я походу не примагничу в палетку. Можно выкулупать. Смотрите, здесь есть металлическая гильза, в которой оно хранится. Но как это сделать, не повредив сами тени, я не знаю. Если у вас есть опыт извлечения из пластика, расскажите, как это сделать в менее травматичном. Так, что, покажу вам сейчас, сделаю сводчик. Куда вы тут уже немцы сводчить? Вот такой насыщенный голубой цвет. Очень хорошо растушевывается сам по себе в легкую дымку. Я предпочла его растушевать другим цветом. И мне кажется, выглядит неплохо на глазах. Мне очень все время хочется зеленых цветов. Мне хочется голубых. Мне хочется вот чего-то такого безумного на глазах. Мне это видится очень красивым и креативным. Ну, я не знаю, вот а вам как? Похожа я на буфетчицу, знаете, как вот раньше в магазинах. Это барышня с фуксийной такой помадой. Или фиолетово-серебристым отливом. И вот такие вот голубые тени. Расскажите, я вам сегодня напоминаю продавщицу или нет? И вот такие зеленые тени, 261 оттенок. Камера, на удивление, передает вам правильный цвет. Меня это радует. Это зеленый без ухода в салатовый. Это прям зеленый-зеленый. Потому что салатовый оттенок, такой с желтизной, у меня есть. И мне он не нравится. У меня он от сифора. Он очень быстро теряет свой цвет. А это вот, посмотрите, как красиво. Что такое? И вот этот цвет зеленый, он не глухой, матовый, как голубой предыдущий. Это такой цвет, скажем так. Ну, как бы он матовый, без явного блеска. Но я в нем что-то вижу. Какое-то сияние вижу. Я его тоже наносила. Хорошо смотрится на глазах. Конечно, не с моим цветом глаз. Кари-глазкам это было бы, конечно, круче. Ну, что мне делать? Ну, не кари у меня глаза. Последний продукт. Но не по значимости. Это компактная пудра минеральная. 102 оттенок. Вот так выглядит коробочка. Кстати, сами коробочки очень приличные. Вообще так, знаете, солидно. Вот. Везде на коробочках значок, что это переработанное вторичное сырье. Что тоже говорит о том, что они молодцы. И беспокоятся об окружающей среде. Вот смотрите. Вот такая пудра. Очень дешевенький пластик. И он, знаете, матовый такой, какой-то, как будто прорезиненный. Ощущение, что на нем будут отпечатки пальцев. Все, ну, они на нем и будут. Что мне не понравилось? Вот я переворачиваю. Видите, оно не по центру наклейка. Вот наклейка не по центру. У меня сразу ощущение, что какие-то китайские дети в подвале просто вот так вот не глядя клеили. То есть, ну, не люблю ее. Я люблю, когда все, знаете, более четко. Здесь 10 грамм. Ну, нормально для пудры. Абсолютно бестолковый, никому не нужный спонж. Он вообще ни о чем. Достаточно большое, вот оно, зеркало. Сейчас пленочку уберу. И вот она сама пудра. 102 оттенок, он считается светлым. Но он, конечно, для нас темноват. Для таких вот людей, ну, скажем так, средняя полоса России, юг России. Да, вообще для России, скажем так. Ну, вот у меня на руке, видите, вот оно пятно. Вот оно. Я могу его растушевать. Его не будет. Пудра очень шелковая, очень приятная. Кистью наносится хорошо, но она по мне рыхловато. Вот мне кажется, что я ее кистью очень-очень быстро раскрашу и использую. Но, в целом, она матирует. Кожное сало держит на себе. Приятно в использовании. Не имеет ярко выраженного запаха. То есть, скорее да, чем нет. К чему я это все? Если у вас есть возможность протестировать продукты Кика, тестируйте. Если у вас кто-то едет за границу. Сами не покупайте в интернет-магазинах. Они там сошли с ума. Они накручивают бешеные какие-то вообще цены. Но они не оправданные совершенно. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Я вас всех очень сильно люблю. Подписывайтесь на меня. Что вы сидите и ничего не делаете. Подпишитесь хотя бы. Вот. Спасибо, что были со мной. Все. Короче. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok